Это программа, в которой мы рассматриваем события и явления с точки зрения науки. Я Руслан Быстров. Здравствуйте. Человечеству придётся впервые в истории вычесть секунду из времени. Причина в том, что скорость вращения Земли в последние годы увеличивается, а это значит, что скорость в течение времени на нашей планете замедляется. Обратную зависимость времени от скорости движения объекта писал Эйнштейн в специальной теории относительности ещё в начале 20 века. Мы поговорим о ней подробнее в течение программы. Но что вообще такое время с точки зрения физики, психологии и философии? Почему в разных ситуациях мы ощущаем время по-разному? И возможно ли когда-нибудь создать машину времени? Время как физическая величина. Что это такое? Время, я бы сказал, это величина, которую люди научились измерять наиболее давно. Поняли, что она важна раньше всего, я бы сказал. В первую очередь для древних людей время было способом синхронизации себя с какими-то процессами природы. То есть главное, что стоит с самого начала говорить, это то, что время всегда связано с какими-то повторяющимися периодическими процессами. То есть мы говорим, что прошло какое-то количество времени, когда мы увидели, что какая-то система вернулась в своё прежнее состояние, в котором была. То есть для древних людей это могло быть солнце, да, оно зашло, каталось по небу, зашло и обратно вернулось. Это означает, что прошёл один день. Мы говорим, что время изначально совсем это физическая величина, которая показывает скорость протекания некоторых процессов по сравнению с эталонными. Да, и это актуально до сих пор, скажем, потому что сутки — это время вращения Земли вокруг своей оси. То есть вот периодический процесс, который повторяется, и его назвали сутками. Да, конечно, это актуально до сих пор, только с ростом наших возможностей у нас, конечно, гораздо лучше стали измерительные способности. Раньше мы могли измерять время с точностью до суток или до часа в дне, а сейчас мы сравниваем все происходящие процессы с процессами, происходящими внутри атомов определённых химических элементов, с переходами между какими-то энергетическими уровнями, например, в атоме цезия. И точность определения времени у нас значительно повысилась за счёт того, что процессы, с которыми мы сравниваемся, сейчас абсолютно непонятны и недоступны обычному человеку для понимания. То есть сейчас мы сравниваем всё, что вокруг нас изменяется, с изменениями, происходящими на микроуровне материи, я бы так сказал. С точки зрения физики путешествие в прошлое невозможно. Но что, если все мы и так, в буквальном смысле, живём в прошлом? Продолжаем разговор с научным сотрудником Министерства исследований природы и времени при МГУ, психологом, учёным-темпорологом Сергеем Кравченко. — Мозгу нашему требуется время, какие-то доли секунды для того, чтобы обработать поступающую информацию. И получается, пока он её обработает, как бы время уже ушло вперёд. Да, на доли секунды, но вперёд. А мы ещё там, на долях секунды назад. То есть, получается, мы живём немного в прошлом. — Да, мысль правильная, но можно её расширить и усовершенствовать. К примеру, сейчас вам пришла мысль, которую вы мне только что проговорили. Но возникает вопрос. Вам пришла мысль откуда? Вы можете сказать, ну, это результат моего образования, воспитания, моей подготовки, моего возраста, опыта жизни, ну и так дальше. Можно так объяснить вашу мысль. Но мысль можно сказать и следующее, что мысль может приходить из будущего. Душа распространена как в прошедшее, и мы это знаем как в виде памяти. Но и в будущее. И тут мы чаще всего можем будущее объяснить своими желаниями, что мы хотим там заработать побольше, родить детей, построить дом, ещё что-то, попутешествовать. Это наши желания. Таким образом, мы моделируем желаемое будущее. Но у нас есть ещё здравый смысл, и мы можем просчитывать. Посчитать и сказать, ну, допустим, на дом мне хватит, а на путешествия нет. Или наоборот. На путешествия я просажу все деньги, а на дом мне хватит денег. Вот тут вы считаете, но помимо желаний и реализации этих желаний и расчётов, так чисто научный подход к прогнозированию в будущее, есть ещё интуиция, которая говорит, ну нет, я же вижу, я же вижу. Я же вижу свой красивый дом, я вижу себя, обеспеченного человека, который путешествует по всему белому свету, у которого много детей, семья, счастье. Я это вижу, я это чувствую, и это будет, несмотря на то, что у меня пока нет такой возможности. Некоторые люди так размышляют, и они летят по жизни, и действительно многого добиваются. Я знал такого человека, который видел своё будущее, и он добился его, именно то, что ему мерещилось. Бывают люди настолько одержимы своим будущим, настолько верят в него, что оно реализуется вопреки здравому смыслу, вопреки всем расчётам. И я думаю, что оно реализуется только потому, что оно уже существует, существует, и человек его чувствует, и невольно к нему идёт. Машина времени уже давно существует. Более того, существуют и космические корабли, которые могут преодолеть любые пространства, не только физические пространства космоса, но и временные пространства. Это душа человека. Только нам надо создать школу, обучение людей, которые бы входили в эти особые состояния сознания и приносили нам нужную информацию. Потому что, по большому счёту, любое путешествие в будущее – это путешествие за информацией. Но человеческая душа давно к этому способна. Время – это то, чего нам часто не хватает. При том, что физические времени становятся у человечества всё больше. Ведь продолжительность жизни на планете постепенно увеличивается. Примерно на два года за последние 30 лет. Так почему же, чем больше времени, тем его меньше? В нашем эфире философ, член Совета писателей России, автор медиапроекта «Библиотека ВВВ» Владимир Варава, автор одноимённого телеграм-канала. Первая половина 19 века средняя продолжительность жизни была 27 лет. Я к тому, что времени у нас раньше было намного меньше, чем сейчас. У большего количества людей времени стало больше. А вы знаете, наоборот, тут вот парадокс какой. Вот смотрите, тут прогресс идёт, такой технический, вот механика развивается. До этого были там очень сложные приспособления всякие, песочные, солнечные, водяные. Ну вдруг, так сказать, вот этот скачок происходит. Механика там в 16-м где-то, наверное, в веке, карманные часы. И вот уже, да, тот же психологический тоже. С одной стороны, прагматические цели удобны, а с другой стороны, психологический овладение времени. Время как бы приручить, вот вложить его в карман. Вот это же как хорошо. Человек чувствует себя вот властелином времени, что оно у него, вот он, так сказать, господин, он может распоряжаться. Прогресс технический приводит к ускорению социальных процессов. И время жизни, и все социальные процессы ускоряются, и время жизни человек ускоряется. Потом уже вот эти наручные часы там появляются, уже неудобно в карман лезть, вот раз, руку сметнул, и всё. Сейчас смартфоны. Развиваются транспортные средства, там, от поезда, от коляски, там, до реактивных самолетов, и всё. Пространство вжимается, время сокращается, скорость увеличивается. Но какой здесь, вот смотрите, парадокс. Как бы мы говорим, да, вот благо технические цивилизации. И человек, он как бы современный, он хочет много, он очень много проектов. Он постоянно занят. Он амбизи, то есть он постоянно включён, он бизнесмен, он занят, 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 занят. У него не хватает времени ни на что у современного человека. Вот это ускорение социальных процессов, оно же приводит к ускорению времени его жизни. Ему никогда не хватает времени ни на что. И он, как правило, ничего не доделывает до конца. А всё-таки чувствует неудовлетворённость. И какой парадокс. Когда появляется у него свободное время, он не знает, что с ним делать. Даже в психологии существует такой вот синдром выходного дня. Но это примитивно к западной публике. Ну, где-то в 50-е, 60-е годы. Вот появилась такая психологическая патология в массовом западном обществе. Когда человек работает, работает, появляется в воскресенье или отпуск, а он не знает, что делать. Он убивает время. Вот парадокс. Времени не хватает, а когда время появляется, он его начинает убивать самым нещадным образом. Ладно, там он читает детективные романы или смотрит сериал, а то ведь он прибегает к патологическим формам. Алкоголь, наркотики, всякие пагубные развлечения. Вот это парадокс. То есть технология приводит, жизнь ускоряется, техника нам помогает. А внутренне, духовно человек опустел. Это то, что уже давным-давно выдающиеся представители западной, отечественной мысли называют антропологическим кризисом, духовным, экстенциальным кризисом. Да, вот эта ситуация такова. Человек не знает, как распорядиться. И смысл жизни у него теряется. Он весь в проектах, а главного проекта у него как бы и нет. И, как правило, разочарование в конце жизни, и никакие материальные блага, никакие социальные достижения культурные, они не спасают человека. Он не выполняет свои главные задачи, он не знает. А жизнь мчится вперед и, так сказать, не оставляет ему совершенно никакого шанса. То есть мы можем констатировать, что в современном мире, по сравнению с тем, что было век назад, время ускорилось, его восприятие ускорилось. Этого времени стало больше, в том плане, что продолжительность жизни стала больше, средняя продолжительность. Но этого времени одновременно и стало меньше, потому что его стало меньше хватать. Да, знаете, вот одна российская рок-группа, по-моему, красные рэки, гениальная строчка у них. Бог дал людям все, кроме времени. Но тут вот еще про русскую традицию я бы хотел сказать. Она все-таки альтернативная, очень серьезная альтернативная. Вот если, например, западную, ну, там, ассоциируем с Кантом, пусть вот он говорил, что время это, ну, как бы такое его научное определение, априорная форма чувственности. Ну, то есть это, как бы, некие встроенные очки в наше сознание, с помощью которого мы можем ориентироваться вот во времени и в пространстве, иначе мы не смогли бы шагнуть. Оно упорядочивает хаос внешних впечатлений. А в русской традиции, ну, и в западной тоже, вот, в инстанциальной традиции, время – это временность. Это конечность, это смертность. Вот как воспринимается здесь время. Время – это конечность человеческого бытия. А если человек осознает в полной, так сказать, мере свою конечность, то у него возникает, естественно, духовная проблематика. У него возникает вопрос о смысле жизни, о цели жизни. Уже не в таком социальном, семиминутном плане, чего там мне достичь, там, каких-то вещей, а более серьезных. Вот вечные проблемы возникают. Вот время – это уже, как временность, напрягает человека на смыслы жизненной задачи. Вот что важно. И вот, например, Андрей Платонов, русский писатель, философ, гений, он, например, дал такое определение времени. Он говорил «время – движение горя». Вот она альтернатива Канту. Для Канта это способ восприятия мира, такой безличный совершенно, вненравственный. А для Платонова это глубоко нравственная категория. Время – движение горя. То есть человек переживает вот это горе мира. Он сострадает ему. И вне этого нет. Поэтому «время – движение горя». Или, например, Алексей Федорович Лосев, тоже крупный русский философ, он говорил, близко к Платонову, давал такое определение, что «время – это боль истории». Вот нравственные определения, а не каносологические, такие ненаучные определения. Ну, то есть вот в русской традиции в большей степени мыслители направляют человека в духовное, в нравственное русло, на понимание своего места в мире, вот главной задачи в мире, вот смысла жизни, духовного смысла жизни. Вот это самое важное. И когда человек входит в эти воды, у него уже нет такой вот этого суетливого, да, суетливого, болезненного переживания, что время уходит. А ведь смотрите, опять, кроме вот этого синдрома выходного дня, патологией современного западного мира является патология тонатофобии, страха смерти, и появившаяся герантофобия, страха старения. Это все связано с неправильным переживанием своей временности, конечности и смертности. Поэтому смерть боятся жутко и пытаются от нее всячески избавиться мысленно и бесполезно. И старости боятся, вот поэтому все эти практики омолаживания, поэтому тут и трансгуманизм, вот это все, все эти технологии, которые предлагают человеку вот это иллюзорное, как бы, спасение от неизбежных вещей. А в русской традиции она вот более духовная, она заставляет человека принять эту ситуацию, пережить ее и понятие духовных смыслов. Нужно понять духовный смысл, свои преимущества. Вот как время переживается в растении. На сегодня все. Это была программа «Научный факт». Я Руслан Дустров. До встречи. Научный факт.